Проверяй, но доверяй. Реформа государственного контроля и надзора. Что сделано и что предстоит изменить? Наша задача в первую очередь сконцентрировать государственные контроли и надзор на объектах повышенного риска. Общественный контроль. Кто может скрываться под маской общественника и кошмарить бизнес? Один с сошкой, семеро с ложкой. Вот сейчас уже 185 с ложкой. Как улучшить деловой климат в стране? Дождется ли бизнес хорошей погоды? Это прозрачность и, естественно, сокращение соответствующей армии тех, кто занимается этим проектом. В декабре прошлого года в послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал создать комфортные условия для инвестиций и не кошмарить бизнес. Целая армия контролеров по-прежнему мешает работать в добросовестном бизнесе. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу правительственную комиссию по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов. По данным опроса Торгово-промышленной палаты России в первом полугодии 2016 года число плановых проверок сократилось, а вот внеплановые выросли в разы. Как раз именно эти проверки во всех опросах, внеплановые проверки, наиболее болезненны для представителей бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса. Потому что они, как правило, требуют достаточно большой объем документов. Происходят, ну, естественно, раз они внеплановые, внезапно. И, как правило, влекут за собой отвлечение достаточно серьезных и трудовых ресурсов, и временных. Ну и огромный объем, конечно, документов, которые необходимо в короткие сроки подготовить и представить. В таких условиях бизнесу сложно развиваться, говорят предприниматели. Все ресурсы направлены на подготовку документов для контролирующих органов. А на развитие просто не хватает времени. Мы занимаемся производством полуфабрикатов для ресторанов и кафе. Сами понимаете, что эта отрасль довольно-таки экстремальная, потому что проверка за проверкой идет. Но это понятно, потому что проверка в области питания, она должна быть и существовать. Но порой эти проверки заходят очень-очень далеко. И получается так, что полсостава моей компании работает исключительно на эти проверки, а не на усовершенствование, не на развитие бизнеса. Более того, остро стоит проблема дублирования проверочных мероприятий различными ведомствами, поскольку соответствующие поднадзорные сферы нечетко разграничены между ними. В основном нас проверяют то Роспотребнадзор, да, Россельхознадзор, так как мы связаны непосредственно с производством продуктов питания. И они дублируют друг друга, да, то есть всю документацию, которую мы представили одной организации, ту же самую показываем другой. А порой доходит, что проверка, 5-6 проверок в год бывает. По мнению предпринимателей, многие требования контролирующих органов доведены до абсурда, а порой и вовсе не имеют нормативной базы. Был на одном из питерских предприятий, но они меня, конечно, поразили. Я думаю, что это правда, раз они мне сказали, что у них требует МЧС, чтобы у них были средства камуфляжа их предприятия. Ну, защита как бы с воздуха. Достаточно серьезные корпуса, я даже себе представить не могу, что это может быть за камуфляж. Но вот такая вещь у них есть. Структура контрольно-надзорной деятельности базируется еще на советских подходах. До сих пор продолжают действовать некоторые правила и нормативы, принятые до 1990 года. И поэтому основная задача сегодня реорганизации контрольно-надзорной деятельности – привести ее в актуальное состояние и сделать так, чтобы контроль Российской Федерации соответствовал лучшим международным стандартам. Не потерять то, что было наработано у нас и посмотреть, как ориентировать это на, собственно говоря, лучшие примеры, которые можно было бы применять. Объединение потребителей России считает, что главная задача сегодня – направить усилия на нелегальный теневой бизнес. А с добросовестными предпринимателями нужно налаживать диалог. Легальный рынок контролировать не нужно. В большей степени его нужно просвещать. Многие совершенно не знают ни законодательства о защите прав потребителей, ни своих правил, обязанностей с законом о торговле и прав. Поэтому просвещение – это основная вообще миссия по отношению к добросовестному рынку. По данным Генпрокуратуры, в 2015 году контролирующие органы провели в целом около 2 миллионов проверок. Это на 8% меньше, чем в 2014. Однако большинство из них носили внеплановый характер. Неплановые проверки – это проверки, которые могут проводиться по разным поводам, вплоть до обращений граждан. Обращения граждан могут быть разного толка. И для нечестных конкурентов, и просто для непорядочных людей, безусловно, здесь есть поле для деятельности. Такие случаи, утверждают эксперты, не единичны. Участились в визит ЛЖ-общественных организаций к предпринимателям. Действительно, существует порода общественников, которые, пользуясь тем, что действительно бизнес нарушает, имеют какие-то определенные нарушения, приходят на предприятие, в магазин и говорят, что вот у вас такие выявленные нарушения. Так люди, как правило, подкованные психологически, они тоже хорошо натасканы и давят на бизнес. Бизнес-омбудсмены опасаются, что подобные действия со стороны таких организаций подменяют собой плановые и внеплановые проверки. И все больше напоминают механизм, позволяющий бесконтрольно оказывать давление на бизнес, прикрываясь интересами общества. Такая тенденция существует, и она кем, собственно говоря, стимулируется? Не бизнесом, который во многом, не зная свои права и имея определенные свои нарушения, просто начинает платить вот этим ЛЖ-общественным организациям. Я могу сказать так, не платите таким общественным организациям. На сегодняшний день доля внеплановых проверок, подлежащих согласованию с прокуратурой, составляет всего 3%. Готовится, вернее, прокуратура по поручению президента предложение, предусматривающее расширение перечня видов государственного контроля при проведении внеплановых проверок, по которым будет требоваться согласование, ранее которого не требовалось. В частности, по жалобам на защиту прав потребителей, также будут внесены изменения. Данные проверки будут согласовываться с органами прокуратуры. Одним из основных барьеров для развития бизнеса предприниматели считают отсутствие предупредительных методов в работе контрольных органов. Если выявят какие-либо недостатки, то штраф будет от 500 тысяч рублей до миллиона. В худшем случае предприятия могут закрыть на 90 дней, что грозит. Это, в принципе, все катастрофы, и наше предприятие будет закрыто. В январе этого года во исполнении поручения президента была создана межведомственная рабочая группа по разработке законопроекта о госконтроле, куда вошли представители бизнес-сообществ, деловых объединений и органов исполнительной власти. Осенью законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Из новаций, которые мы будем сейчас применять, это изменения, в том числе, подхода по санкциям, когда первое нарушение, которое будет выявлено в ходе контрольных мероприятий, не будет сразу штрафоваться. Мы будем ограничиваться предупреждениями. Таким образом, мы в большей степени будем при государственном контроле принимать методы профилактики и предупреждений. С одной стороны. С другой стороны, мы ввели надзорные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, а для крупных предприятий мы установили надзорные каникулы в случае, если в течение последних трех лет не было существенных замечаний к функционированию данных предприятий. Введенный трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестного бизнеса уменьшил число предложенных контролерами плановых проверок в 2016 году до 657 тысяч. А пять лет назад таких предложений было вдвое больше. От количества общего числа поступивших заявлений на проведение плановых проверок, если в процентном соотношении брать, то прокуратурой от 40 до 50 процентов отклоняется, и, соответственно, они не проводятся в плановом режиме органами контроля. Лидерами по качеству проверок в 2015 году по-прежнему являлись Роспотребнадзор и МЧС – почти 33% всех проверок. Так, МЧС провело около 395 тысяч проверок, а Роспотребнадзор – 266 тысяч. Однако Роспотребнадзор уже взял курс на их сокращение. Ну, необходимо отметить, что Роспотребнадзор последовательно сокращает количество своих проверок, как плановых, так и внеплановых. И если посмотреть в динамике с 2008 года, то у нас это общее количество проверок сократилось более чем в 4 раза. В этом году в целом, исходя из рискоориентированного надзора, наш план сократился еще на 30%. То есть оттуда ушли все предприятия, которые высокого риска не несут. Полностью был исключен оттуда малый бизнес. Критерии планирования выездных проверок изменила и Федеральная налоговая служба. ФНС разработала концепцию, которая позволяет компании подстраховаться и рассчитать вероятность проведения выездной проверки. В определенной отрасли выделяются компании, у которых велик риск неуплаты налогов. Данные о самых частых ошибках раскрываются остальным компаниям отрасли, чтобы они могли проверить себя. Там есть ряд критериев, которые в той или иной мере относятся к малому и среднему бизнесу. То есть мы идем на проверки к этой категории налогоплательщиков только в том случае, когда мы четко уверены, что речь идет о каких-то значительных нарушениях. То есть если мы не видим риска, ни о каких проверках речь идти, с нашей стороны идти не может. Мы сейчас во многом пришли к тому, что многие контрольно-аналитические мероприятия могут проводиться без привлечения, без контактов с налогоплательщиками. Принцип открытости и доступности информации о мероприятиях по государственному контролю является одним из основных в защите бизнеса. Важной вехой на данном направлении можно считать июль 2015 года, когда заработал единый реестр проверок. Для прокуратуры этот реестр – дополнительный источник получения информации о нарушениях, которые допускаются в отношении предпринимателей контролирующими органами. Проверяющим тоже достается, причем, наверное, в последнее время этому деляется большое внимание в условиях складывающейся ситуации и позиции. Можно отметить также, что прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры. Несовершенство государственного регулирования зачастую препятствует деятельности добросовестного бизнеса. Но нельзя не отметить, что законодательство претерпело значительные изменения по сравнению с предыдущими годами. В ТПП уверены, что необходимо и дальше совершенствовать законодательство, чтобы помочь бизнесу в экономически сложное время. Уже дан совершенно четкий посыл, что первая проверка – это предупреждение, что не надо людей бесконечно прессовать, давайте им помогать, давайте мы все вместе поймем, что то, что вокруг нас – хорошие магазины, кафе, парикмахерские, сфера услуг, производство – это благодаря тому, что люди не побоялись, лишили себя фактически выходных, отпусков, они занялись своей судьбой, они занимаются, они производят, они работают, они созидают, они создают добавленную стоимость, они способствуют, чтобы государство развивалось.